В этом видео я хочу немного отвлечься от процесса разработки и показать, как в принципе можно работать с документацией React Native. Потому что на самом деле в React Native присутствует огромнейшее количество различных свойств и параметров, которые ну просто невозможно учесть в одном курсе. Поэтому всегда важно понимать, как в принципе взаимодействовать с документацией, чтобы что-либо находить и как-то это применять. И адаптировать под текущие задачи, которые у вас есть для конкретного приложения. То есть по сути в React Native на официальном сайте, это Facebook, GitHub, IOM, присутствуют два поля, это Docs или API. Если мы, например, перейдем в Docs, то тут присутствуют основы того, как работает React Native. Причем мы сразу же, тут есть встроенная IDE, где-то мы можем смотреть, как все это взаимодействует уже с реальным приложением, потому что там встроенный эмулятор есть прямо в вебе. Но, например, что интересно, вы можете либо использовать поиск здесь сразу же и писать, например, какой-нибудь компонент Style. Вот вам интересно посмотреть, что у нас есть по стилям. Здесь мы можем почитать, как стили вообще работают. И, например, тут есть определенные ссылки на, скажем, те значения, которые применяются для цвета. Например, я нажимаю на Values, и вот мы получаем меню Color Reference, где видно, какие, в принципе, значения мы можем задавать для приложения React Native. То есть, например, привычная нам запись в HEX коде. Мы можем использовать RGB-запись, RGBA-запись, другие записи. Можем использовать, например, Q-Sturation Lightness запись. Она тоже поддерживается. Можем использовать свойства Transparent. И, например, определенные фиксированные названия цветов, которые есть. И здесь видно, какие, в принципе, React поддерживает. То есть, тут есть большое-большое количество. Можно сразу же посмотреть их код и то, как они называются. Помимо этого, я думаю, что полезно понимать, как, в принципе, работать, например, с различными компонентами. То есть, понятно, что, например, мы знаем, что здесь компонент Text, да, поэтому мы можем его в Сече написать Text. Здесь есть умные подсказки. И вот мы можем посмотреть, да, что, например, есть Text, есть Nest Text, есть Text Input. Вот я, например, нахожу поле Text, значит, читаю, да, что компонент Text, он нужен для того, чтобы в него вкладывали различные, там, тексты, его акты стилизовали или добавляли какие-то события. Да, и здесь сразу же есть пример того, как все это использовать. При этом, если вы посмотрите на левое меню, перейдя в поле Docs, то здесь присутствует меню Guides. И здесь также есть подменю, которое называется Components and APIs. Если вы на него нажмете, то тут также есть большое количество полезной информации. И, например, есть перечисление базовых компонентов, которые вы можете использовать. И здесь видно, что, по сути, тут присутствует не так уж и много базовых компонентов, которые есть в React Native. Это компонент View. И здесь написано, что это наиболее фундаментальный компонент для построения UI. Далее у нас есть блок Text. Это компонент для отображения текста. Компонент Image, Text Input. Но с этими компонентами мы, безусловно, будем работать. ScrollView и StyleSheet. То есть, по сути, вы работаете с компонентом View. Вы можете на него нажать и посмотреть все, что относится к данному компоненту. То есть здесь, например, справа есть список свойств, которые принимает данный компонент. И здесь есть определенные примеры того, как его можно использовать. То есть примерно так работать можно с документацией. Также здесь, например, слева, когда мы находимся в API, есть, в принципе, набор различных компонентов, которые есть в React Native. И, безусловно, на протяжении данного курса я часто буду возвращаться к документации, для того, чтобы вы понимали, как я с ней работаю. И запоминали, как вы также можете находить определенный набор свойств.